Я всех приветствую на этом канале. Сегодня у меня такой необычный выпуск. Скажем так, легкая летняя импровизация на природе. Но дело в том, что я решил совместить приятное с полезным, а именно свою летнюю прогулку, с ответом на вопрос, который мне часто задают в комментариях под моими видео, связанными с ремонтами моторизованных насадок Dyson. Дело в том, что у меня уже не раз спрашивали, как же добраться до мотора, моторизованной электрощетки Dyson Motorhead Direct Drive. V7, V8, V10. У меня сейчас в руках часть моторизованной насадки от V7. Да, дело в том, что хвостовая часть куда-то делась, но она нам не нужна для раскрытия этой темы. Поэтому не обращаем на это внимания. Нас будет интересовать та часть, где спрятан мотор. А мотор у нас находится вот здесь, вот внутри вала. Именно поэтому, кстати, насадка называется с прямым приводом, так как между вращающимся валом, который собирает у нас там мусор с поверхности, и самим мотором нет никаких ременных передач. Вот поэтому привод-то и прямой. Но, кстати, внутри корпуса самого мотора есть некоторый редуктор. Но об этом мы поговорим чуть позже. Итак, приступим к разбору. Стандартно вынимаем валик. В случае модели, у которой снижняя панель, снимаем эту нижнюю панель, и вот здесь у нас прячутся два винта. Раз и два. Есть модели, у которых здесь вот есть силиконовый такой скребок. Его необходимо снять. И после чего у нас опять же будут два потайных винта, которых необходимо открутить с целью того, чтобы снять вот эту верхнюю часть корпуса. Но в нашем случае все просто. Откручиваем винты. Раз. Два. Три. Четыре. И пятый винтик. Так, кстати, вот здесь еще два винта. Вот они. Раз и два. То есть семь винтов. Семь корпусных винтов нам необходимо открутить для того, чтобы разъединить корпус. Обратите внимание на то, как здесь будут уложены провода. Потому что когда вы будете снимать вот эту часть, кстати, я забыл про потайной винтик, который находится вот здесь. То есть выглядит это примерно вот так, когда у вас присутствует хвостовик. Меня подвело сейчас то, что у меня отсутствует хвостовая часть. А вам необходимо учитывать, что у вас здесь есть хвостовая часть. И поэтому необходимо выкрутить будет вот этот вот еще винт. Вот он, меньшего размера. Это стоит запомнить. Остальные винты все имеют одинаковую длину, поэтому их можно складывать вместе и не как бы бояться перекрутить. Итак, в моем случае вот эта часть легко снимается. В вашем случае придется немножко вот так согнуть и вытащить. Далее стебаем вот верхнюю часть. Ну и у нас остается вот наш корпус. Естественно, в моем случае у меня вот здесь вот провода. У вас будет вот здесь хвостовая часть и вот так вот мотор. Но, в общем, это все не важно. Вам главное добраться вот до вот этой части. Далее, как здесь вот все это будет, не важно. И это, что, конечно же, заповедайте, как уложены провода, потому что потом обратно их лучше бы вставить так, как они были. Вставляете вот так, присматриваетесь. И вот так вот одеваете. Ну и далее вот здесь, например, да, вот видите, необходимо удерживать. Вот так удерживаете пальцем. Пододвигаете эту часть. Не попал. Я сразу показываю, как одеть обратно. Ну и главное, учитываем, что вот здесь у нас есть уплатитель, который также может при некоторых случаях у вас выпасть. Но он легко обратно вставляется. Итак, что нам необходимо сделать? Самое основное, что нам придется сделать, это вот нажать вот на вот эти вот защелки. Вот они. Нажимаем плоской отверткой. Раз. И два. И далее аккуратно тянем. Вот в моем случае я опять, видите, потянул слишком сильно и стащил клемму. При наличии так называемых тонкогубцев эта клемма туда одевается достаточно просто. Но если у вас вдруг тонкогубцев не окажется, то, конечно же, обратно одеть эту клемму будет тяжеловато. Это стоит понимать. Если вы не допустите вот эту ошибку и у вас есть тонкогубцы, возможно, вам не придется вытаскивать двигатель. Дело в том, что если у вас проблема, у вас заклинил вот эта вот часть и у вас она не поворачивается, то ваша задача, используя спрей ВД, сюда вот немножко спрея и далее вы дотянетесь уже обычными плоскогубцами до этого вала. Смотрите. Вот так. Сейчас. Я думаю, видно, что вал поворачивается. И таким образом вы сможете, скорее всего, раскислить вал, не вытаскивая двигатель. Но все-таки, если вы вдруг решились вытащить двигатель, то, во-первых, пометьте, на всякий случай, если вы так же, как и я, когда в момент, во-первых, вытаскивания или еще чего-то будете, но имеется в момент вытаскивания двигателя, будете вытаскивать и стащите клебу, чтобы вы знали, что, допустим, вот черный провод у нас имеет вот такую точку здесь. Сейчас покажу. вот черный провод имеет вот такую точечку. Ну, или нужно чем-нибудь будет там поскрипсти. Ну, что ж, теперь пытаемся вытащить двигатель. Делается очень просто. Открутили два винта, маленьких, которые держат корпус двигателя. Ну, и далее плоской отверткой выталкиваем. Через вот эти вот окошечки блок мотора двигателя. насколько это у вас получится. я думаю, вот так вот достаточно. А после берем вот эти вот, которые вы уже видели, плоскогубцы, хватаемся за нижнюю часть вала двигателя и потихонечку его тянем. Пытаемся рассчитать силу, возможно, уперев шток двигателя. Все. Вот. Самое основное. У нас тут вот он, такой редуктор. Главное не потерять раз, два, три, три вот этих шестерни, потому что если они у вас свалятся, а они могут оттуда выпасть, вам нужно будет их обратно одеть. Ну, в общем-то, и все. Ну, и главное. У меня, естественно, двигатель крутится. Вот. А у вас, если не крутится, значит, спрей сюда. Здесь можно удалить вот эту шайбу. Не удаляется, да? С какой-то попытки вам удастся ее так снять. Далее, здесь есть винты. Можно без винтов просто подсунуть трубочку от спрея и, опять же, спрея МВД немножко сюда забрызгать. И я думаю, что через 10-15 минут, если у вас там совсем все закисло, вам таким образом удастся проигнуть этот мотор. Ну, и, естественно, перед тем, как все собирать, попробовать запустить наш двигатель. обращаю внимание, чтобы провода не перепутались. Можно поджать вот эти клемки. Здесь есть специальный замочек, который как бы не позволяет. Вот видите, отверстие на клемме, за которое цепляется защелка, но здесь она слезает, поэтому лучше клево поджать. ну, и все. Если двигатель запускается при подключении, то можно собирать. Собираем таким образом, убеждаемся, что здесь все на месте. Далее немножко смазки. Конечно, хорошо бы иметь силиконовую смазку в хозяйстве, потому что так просто у вас все это не снимется. обращаю внимание на крепление. Ну и если не попали, пытаемся. Ну вот все, щелчок. Скорее всего удалось. да, есть, уже чувствуется на редукторе усилия, ну, то есть мы вращаем мотор, катушку, значит, попали. Ну и вот таким вот дальше муторным образом необходимо протащить. Естественно, мешает уплотнитель, но его ни в коем случае убирать нельзя. Поэтому старайтесь не повредить насколько это возможно. Вот как-то так. далее закручиваем. естественно, что у вас получится, может быть, не так классно, но скорее всего ваша моторизованная насадка еще какое-то время поработает. Конечно, как я уже говорил, для этих насадок самый лучший вариант это все-таки купить новую. Потому что если Fluffy и Torque Drive относительно просто открыть и починить заменой допустим двигателя, то с этой насадкой придется возиться. Если менять двигатель, то здесь провода находятся в таком состоянии, нет здесь никаких соединений, придется что-то напаивать, если будете менять целиком откуда-нибудь возьмете вот этот блок мотора. Но в общем-то да, повозиться придется. Поэтому я раньше не показывал как восстановить этот двигатель. Так как это не так-то просто сделать. Но при желании все возможно. Все, всем удачи, кому понравилось, ставьте лайки. Всем местор где начинается радуга. Экси твое твое типо твое твое грудь твое твое твое